Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. У нас сегодня встреча с вами в таком интимном освещении. Я не очень люблю такое освещение, потому что, ну, как бы и кожа жёлтая выглядит, и зубы жёлтыми выглядят. Но, тем не менее, мы с вами так ещё, по-моему, не сидели в такой обстановке, поэтому давайте для разнообразия вот при таком освещении, значит, посидим и поболтаем. Так, ну что, рассказываю, что же я делала всё это время. Это что-то, друзья мои, меня затянуло в какую-то, я не знаю, какую-то апатию. Если бы вы меня спросили, как я себя чувствую, я бы сказала, что я не чувствую себя вообще. То есть я себя физически не ощущала в пространстве, вот как будто у меня нету, да, то есть никаких физических побуждений, неохота пойти поесть или неохота подняться там, пойти в туаленную, ну, и ничего неохота вообще, выйти в магазин, там, не знаю, лишний раз себя покормить, ну, вот, ну, неохота, и всё, понимаете? И интеллектуального какого-то такого тоже бесплодия, интеллектуального бесплодия, когда голова вообще не рождает никаких мыслей, просто такой, знаете, овощ лежишь, пири-пири-пири-пири глаза, знаете, из стороны в сторону ходят, и всё, просто пустота, какая-то пустота. Вот, и я, естественно, хотела сначала, ну, я хотела себя вытянуть сюда уж из этого состояния, мы же люди, ну, такие, у нас как бы есть две стадии, это стадия жилельщика, это когда ты себя прям очень жалеешь, ты себя очень сочувствуешь, тем самым загоняя себя в какую-то окончательную прокрастинацию, там, бездействие, лень, находишь себе кучу оправданий, почему ты сейчас такой, почему ты в таком состоянии, либо же начинаешь сам, значит, на себя бузить, бычить, типа Лена или Света, да, в зависимости от того, кого как зовут, ну, вставай, ну-ка, вставай, ну-ка, пошла жить эту жизнь, ну-ка, быстро устроилась на 10 работ, выучила 5 языков, вышла замуж за иностранца и уехала в Австралии, ну, или что-нибудь такое, да, и как в песне, она меньше, и я не согласен, не согласен, внутренний голос тебе, значит, поёт такую песню, что не согласен, мол, на меньше, давай, и всё, поднялась, пошла, столько к себе требований, столько к себе претензий, столько всякого недовольства в свой адрес, а вот такое состояние, ну, у меня было состояние недовольства в свой адрес, то есть не стадия жилетчика, когда я, типа, себя понимаю, себя сочувствую, а стадия недовольства, типа, пошла, встала, пошла, давай, вот это то, год заканчивается, надо продуктивно, надо эффективно, И тут, значит, вместе с этими мыслями всё-таки я вспомнила, что год-то заканчивается, и тут, аллилуйя, пришло понимание, почему такое состоять, потому что заканчивается год, потому что год был очень насыщенный, было очень много всяких у меня событий, столько всего переделано, какая-то морока, постоянно какие-то поезда, самолёты, бегание по инстанциям. Это я ещё даже вам не рассказывала, как я съезжала-то с квартиры, со своей, не со своей, со съёмной квартиры в России, это же я вам даже не рассказала, потому что мне на тот момент всё было так, знаете, стрессово, и мне показалось, что это даже не важно, хотя это тоже было важно, это тоже забирало силы, энергию, сюда приехала, тут только после ремонта, всё там свалено, навалено, карантин отсидела, начала, погрузилась сразу в хозяйство, ещё каким-то чудом умудрилась забеременеть. В этом году, и уже половину беременности отходило. Ура! Будет у нас небольшая вечеринка в конце этой недели. Половину беременности даже умудрился сказать. Столько всего! Переезд в другую страну. Куча всяких вот этих вот процессов пройдено, чтобы сюда переехать. на постоянное место жительства. Столько всего сделано, столько всего оформлено, подготовлено, и вообще, ну, сколько всего произошло в этом году. Это просто с ума сойти. Уму непостижимо, и я чё-то там из себя, знаете, пытаюсь надавить сок из уже выжатого лимона. Вот. Я понимаю, что я пытаюсь надавить сок из уже выжатого лимона. Вот. Поэтому я разрешила себе побалдеть вот так вот, не напрягать мысли, чем я занималась. Я стала такой на время информационной помойкой. Поглащала разного рода информацию. В общем, на YouTube очень много времени проводила. Смотрела разные видео. Слушала, смотрела. Начиная с каких-то там интеллектуальных, да, телепередач, прослушивания аудиоспектаклей, аудиокниг. Заканчивая концертом Максима Галкина и Задорнова. Вот такая вот у меня была, значит, жизнь. Вот последние полторы недельки. Вот. Я почувствовала энергию в себе. Как я только перестала на себя давить, я почувствовала, что энергия ко мне приходит. То есть я поняла, что конец года. Надо подвести итоги. Надо себя поблагодарить. Надо, значит, отметить для себя всё то, что я не отметила, что я сделала, да, и всё, готовиться к празднику, перезагружаться, планировать что-то на следующий год. Потому что, как вы видите, если что-то запланировать, то это с высокой долей вероятности может получиться, как случилось мне в этом году, да. То есть, в принципе, всё получилось, всё хорошо. Да, кстати, почему я не поставила, я думала, почему я не поставила вот эту галочку у себя в голове, что вот ты такой путь проделала, так новый сделала. Я поняла, что у меня в феврале была тяжелейшая депрессия. Я такой человек, который, знаете, любит просчитывать на много ходов вперёд. Такое горе от ума у меня, понимаете, горе от ума. И когда вот такие люди, вообще, как я, они нихрена вообще в жизни не имеют. Вообще, чаще всего ничего не имеют, ничего не добиваются, потому что мы просчитываем на много шагов вперёд. Вот мы абсолютно всё точно предвидим, нам становится страшно, нам становится тяжело от того, сколько всего надо пройти, и мы таки идём в отказ. То есть, Настя пугает, мы идём в отказ. Я поняла, что я не должна спасывать перед обстоятельствами. Вот в феврале у меня была депрессия из-за этого, из-за того, что мне стало страшно, сколько мне надо всего сделать, как я одна справлюсь. Господи, я такая, по сути дела, тихоня, ну да, я не знаю, как я выгляжу со стороны, но да, вот я по жизни человек такой тихий, такой скромный, не выпячивающий себя. Может быть, кому-то это, для кого-то это странно, может, кто-то иначе меня видит. Ну да, и я думаю, как мне всё это пройти, как мне всё преодолеть, мне стало страшно. И тогда я для себя в какой-то момент приняла решение, что я не буду думать там вперёд, да, на несколько шагов вперёд. Просто вот, что, текущее дело, ага, вот там, сегодня ничего не надо делать, сегодня я живу так, как будто ничего не происходит, да. Завтра мне надо куда-то там садиться в поезд и ехать, значит, я сяду и поеду, всё. Сделала дело, всё, живём до следующей, до следующей цели, до следующей задачи, да, какие-то там документы оформила, что-то там подала, что-то сделала, там биткомиссия прошла и так далее. Всё, ждём следующего этапа, когда жизнь призовёт тебя к действию, да, а между вот этими важными событиями ты просто как бы отдыхаешь, делаешь вид, что у кого-то ничего не происходит. Там идёшь встречаться с подругами, с приятельницами каким-то гуляешь, да, или просто там балду гоняешь, ничего не делаешь. То есть вот так себе помогаешь приходить через эти обстоятельства. Хотя, когда человек находится вот в такой вот ситуации, он обычно себе отдыхать вообще не даёт. То есть какие он, то человек думает, да какие я там пойду с какими-то приятельницами гулять, да сейчас не до этого, да мне вот, меня куча дел ждёт, куда ж я пойду, нет, вот. Я действительно даже несмотря на занятость, я всё равно успевала погулять и встретиться с кем-то в России и перед отъездом как-то ещё провести время, какой-то досуг у меня был. То есть я понимала, что вот только это, то, что я не задумывалась, слишком не забегала мыслями вперёд, это позволило мне всё вот так вот благополучно пройти. И вот эта привычка не задумываться, она, видимо, как-то застолбилась в моём сознании, поэтому я даже как-то иду-иду и не задумывалась о том, чтобы себя вот как-то похвалить, подытожить свои результаты и, в общем, не наседать на себя. Вот. Решила на себя не наседать. Вот. Пишите, как у вас дела, как у вас настроение. Хочется обсудить, конечно, новости, но новости в основном какие-то негативные. Я слежу за новостями не только в Корее, но и в России, потому что я не отрезала для себя этот путь навсегда. Типа всё, я сюда приехала жить, мне нужна больше Россия и так далее. Почему я, кстати, не отрезаю для себя эту мысль, это я расскажу в каких-нибудь других следующих видео. Так, в следующих видео поделюсь планами, расскажу, что у нас ещё интересненького происходит, чем я занималась ещё в последние дни, что по теме ребёнка, что я сейчас читаю, какую для себя... Какую для себя нашла классную книгу, которая решила множество моих проблем и беспокойств по теме ребёнка, по теме воспитания ребёнка, ухода за ним и так далее. Прям гениальное простецкое решение мне пришло, сразу все тревоги отпали. Итак, всем огромное спасибо за внимание, до новых встреч, до новых видео. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал, ставит лайки, ставьте лайки, не забывайте. Всех люблю, целую, пока-пока и до новых видео.